Всем привет! Меня зовут Аня, добро пожаловать на мой канал и приятного просмотра! В сегодняшнем видео я вам покажу 8 лучших платьев из магазина H&M, которые прекрасно подойдут на Новый год, на Рождество, ну в принципе на все зимние праздники. Так что приятного просмотра, все вам покажу как вы любите, все с примеркой, все с ценами на себе. Так что я уверена, если вам нравится подобного рода видео, подобного рода шоппинг-влоги, то вам это видео тоже понравится. Ну конечно же, с чем у нас ассоциируется платье на Новый год? Это безусловно пайетки и блестки. Каждый год мы видим в преддверии новогодних праздников различные магазины, заполненные разного рода блестючками, люрекс, пайетки, блестки, потому что, конечно же, это безусловно ассоциируется с Новым годом. Хочу вам показать такое платье в цвете шампань за 50 евро, и взяла я его в размере XS. Обычно такие размеры я не ношу, с моими параметрами рост 175 см и весом 60 кг, конечно, редко я что-то покупаю в размере Extra Small, но конкретно эта модель мне показалась на вешалке, что она как-то большимерит, и я действительно оказалась права. Посмотрите, кстати, сзади какой интересный разрез, немножечко пикантно открывается голое тело. Ну, что я вам могу сказать? Платье за 50 евро, я считаю, что оно оправдывает свою цену. Платье достаточно увесистое, оно тяжелое. Если вы, кстати, смотрели мои предыдущие влоги, где я вам показывала наряды на Новый год из H&M, там было очень похоже на это платье, точно в таком же цвете, но модель была другая. Так вот, эта модель мне нравится гораздо больше тем, как она сидит на мне. Я думаю, что все дело в приталенности, так как предыдущая модель висела на мне, если вы помните, мешком. Но еще что я вам хочу сказать. На мой взгляд, платье с пайетками полнят, и полнят они абсолютно всех. Мне кажется, для того, чтобы платье с пайетками смотрелось красиво, нужно очень и очень осторожно и скрупулезно подбирать именно крой под себя, чтобы все лежало и сидело так, как надо. Но, как я уже сказала, полнят они абсолютно всех, поэтому я думаю, что лучше всего платье с пайетками, особенно такого светлого цвета, как этот, лучше всего такие платья будут смотреться на очень и очень худых девушках, модельного. Телосложение платья неплохое, конечно же, блестит, как новогодняя игрушка. Ну, вам на заметку. А теперь хочу вам показать платье за 15 евро в размере L, и это коллекция Divided. Кстати, хочу также сделать вам заметку по поводу всей коллекции Divided. Имейте в виду, что если вы обычно берете в H&M, допустим, ваш стандартный размер это S или M, то коллекция Divided, как правило, маломерит, потому что она рассчитана на более молодежную аудиторию. Соответственно, если, допустим, у вас обычно размер M, советую вам брать в коллекции Divided на размер больше, если вы хотите, чтобы вещи на вас смотрелись хорошо. Это я заметила уже давно, и об этом, кстати, открыто говорит сам H&M, что Divided рассчитан на более молодежную аудиторию. Ну, мне это платье очень понравилось. Кстати, за 15 евро я считаю, что оно достойно. Естественно, красный цвет тоже ассоциируется с Рождеством, с Новым Годом. Я думаю, что если данное платье отгладить, то будет оно смотреться очень и очень хорошо. И плюс этого платья для меня заключается в том, что оно, посмотрите, такое колокольчикообразное. В нем можно кушать и не волноваться о том, что ваш животик будет выпирать, потому что многие девушки я знаю, в том числе я, конечно, тоже среди них, когда поем, у меня выпирает животик, у меня вот такая вот особенность фигуры просто. Я всегда думаю об этом, когда выбираю себе платье в облипку, поэтому у меня их очень-очень мало. Ну вот, бюджетный вариант тоже из коллекции Divided, платье за 15 евро. И опять-таки взяла его в размере M. Обычно в H&M, не из коллекции Divided, я беру S. Ну, что я могу сказать, платье неплохое. Оно такое со сборочкой. Посмотрите, оно достаточно неплохо сидит на бедрах. Но, кстати, я думаю, что если бы эту модель я взяла в размере S, в бедрах она была бы мне мала. Мне не очень нравится, как это платье село конкретно на меня, потому что верх немножечко большеват, хотя бедра смотрятся очень даже неплохо. В принципе, платье неплохое. Я думаю, что за 15 евро также это очень-очень хороший вариант. Нормальная такая длина, не слишком оно короткое, не слишком длинное. Единственное, что, конечно же, нужно тогда подбирать какой-то другой бюстгальтер под данное платье, потому что V-образный вырез достаточно глубокий. И, безусловно, это тоже нужно иметь в виду. Но, в принципе, мне кажется, что это платье очень неплохо подойдет для новогодних праздников. Оно такое, знаете, более сдержанное, но при этом блестящее. Попа, кстати, выглядит достаточно аппетитно, я думаю, за счет того, что в платье присутствует сборка. За 15 евро я считаю, что это вообще очень-очень достойное платье. И вот еще одно платье за 15 евро из коллекции Divided в размере M. Взяла я его, и оно тоже, посмотрите, с какими интересными блестками. Эти блестки, естественно, будут осыпаться. Я, кстати, вот даже не представляю, как подобное платье будет вести себя после стирки. Но, посмотрите, как оно красиво переливается. Кстати, по поводу кроя, он очень похож на предыдущее платье. Тут я вам пытаюсь продемонстрировать, сколько блесток с него слетело. Кстати, немного, потому что, знаете, вот еще такой вот тоже делаю трюк. Немножечко, конечно же, осыпается, но такого рода блестки будут осыпаться абсолютно с любого изделия. Очень похожий крой на предыдущее платье, но длина уже короче. И мне такая длина нравится даже больше. В принципе, я считаю, что это платье на мне сидит очень хорошо. И оно выглядит, на мой взгляд, гораздо дороже, чем оно стоит. А стоит оно, я вам напомню, 15 евро. В принципе, расскажите мне, если у вас были подобные вещи с блестками. Тоже, я думаю, может быть, немножко либо другой бюстгальтер надеть, либо как-то подсобрать этот вырез. Вырез достаточно глубокий. Как оно ведет себя в стирке? Я вот себе представляю такую картину. Бросила в стирку, в стиральную машинку, достала уже платье полностью без блесток. Хотя, может быть, я не права. Может быть, в современной технологии, конечно, что-то там осыпется. Но, может быть, что-нибудь и останется. Но я уверена, что после стирки, конечно, это платье будет смотреться уже не так роскошно. Но, в принципе, если вы смотрите, выбираете себе что-то буквально, вот знаете, на один вечер, на Новый год, а в следующем году вам уже захочется чего-то нового, то вот за 15 евро, я считаю, это очень неплохой вариант. Мне понравилось, как оно на мне село. Я уверена, что мой муж бы тоже его одобрил. Он вообще очень любит всякие люрекс, блестки и так далее. Вот, смотрите, идем опять по бюджетной линейке. Еще одно платье за 15 евро в размере М. Кстати, почему я назвала это видео «8 лучших платьев из H&M?» Потому что это действительно было лучшее из того, что было представлено в тот день, когда я снимала в магазине H&M. Была я в центральном универмаге, галерея Centers. И это действительно был самый лучший улов из того, что я видела. Прошерстила я практически все. Понятное дело, что в разных магазинах, в разных странах, даже я вам скажу, ассортимент отличается. Причем отличается очень и очень серьезно. Поэтому, например, в ваших магазинах может быть больше позиций, чем у нас в Риге. Чего-то, может быть, у вас вообще нет. Или, может быть, у нас в Риге нет того, что у вас представлено в H&M, допустим, в Москве и так далее. Но из того, что было представлено в тот день, когда я снимала, это действительно был самый лучший улов. Ну, что вы скажете? Мне это платье понравилось. Оно такое достаточно скромное. Но я считаю, что если его разбавить аксессуарами какими-нибудь интересными сережками с блестками, может быть, колготки в сеточку сюда подойдут, оно может смотреться даже очень и очень красиво. Опять-таки за 15 евро я считаю, что это очень неплохо. Теперь смотрите, платье полностью состоящее из пайеток. Это уже не коллекция девайдет. Сразу видите, цена дороже, 40 евро. И взяла также в размере M. Почему еще вам хочу сказать такой вот лайфхак? Почему я беру обычно в размере M? Потому что, как я уже сказала, вам платье с пайетками, конечно же, прибавляют нам лишние килограммы. А если оно слишком в обтяжку, то будет смотреться и будет выглядеть это так, как будто платье вам мало. Конечно, никому такой образ и такой вид не идет. Поэтому я стараюсь вам подсказать немножечко с пайетками. Берите на размер побольше, и вы не ошибетесь. Очень красивое платье. Прислала мужу видео. Он сказал, бери, в чем я, в принципе, не сомневалась, потому что ему очень нравится подобного рода изделие. Мини-платье на тоненьких бретельках. Конечно, его идеально носить либо без бюстгальтера, кому грудь позволяет, либо нужно надевать бюстгальтер без лямок. Именно тогда это платье будет смотреться шикарнее всего, потому что тонкие лямки, мне кажется, выглядят очень и очень изящно, и прибавляют хрупкости. Не знаю, очень люблю такую модель. В принципе, платье красивое за 40 евро. И хочу еще сказать, что эти пайетки абсолютно не колючие, в отличие от вот этого платья за 30 евро. Тоже взяла его в размере М. Оно очень неудобное в носке. И модель, ну, она, в принципе, похожа на предыдущую. Цена, разница в цене буквально 10 евро. Видите, я вам тут показываю, что колется, колется пайетки, прям впиваются в кожу. Носить такое платье совершенно неудобно, в отличие от предыдущего. Так вот, разница в цене буквально 10 евро. Это на 10 евро дешевле, но оно совершенно некрасиво сидит. Посмотрите, как выпирает животик, которого как бы особо у меня и нет, но в этом платье он, да, видите, вот, палец вниз. В этом платье он как-то подчеркивается. В общем, я не в восторге. Опять-таки, это абсолютно не значит, что на вас эта модель будет смотреться некрасиво. Я считаю, что кому-то данное платье подойдет и даже очень. Просто мне на мою фигуру оно не очень хорошо село. Я думаю, размер я взяла правильный, М. С, думаю, село бы мне еще хуже. Но, в принципе, оно красивое. Само по себе платье неплохое. Просто на меня оно не село. Давайте покажу вам платье, которое я взяла в размере 38. Стоит это платье 35 евро. И, кстати, данная модель мне очень понравилась. Совершенно я была от нее не в восторге на вешалке, потому что на вешалке мне показалось, что это платье ни о чем. Но как только я его примерила, посмотрите, как шикарно оно выглядит. И оно такое, знаете, более сдержанное. Тут нет никаких огромных вырезов. Оно не короткое. Это платье миди. Мне такая длина тоже подходит. И посмотрите, какие шикарные рукава. Здесь, безусловно, конечно же, в этом платье акцент сделан именно на рукава. Оно не очень красиво смотрится за счет того, что оно все помятое. Но я уверена, что если его отпарить или отгладить, будет выглядеть шикарно. И, конечно же, при освещении, особенно при искусственном освещении, оно переливается. В нем имеются маленькие-маленькие блестки. Сзади, вот где шея, оно идет на крючочки. Я не смогла сама застегнуть. Но именно вот эта вот небольшая сточка, воротничок, воротник, когда вы застегнете на крючочек, будет смотреться еще лучше. Сзади имеется небольшой размер. В общем, от меня это платье получает лайк. Мне оно очень и очень понравилось. Ну что, это было последнее восьмое платье из моего сегодняшнего улова. Напишите, какое из представленных моделей, из представленных мной платьев вам понравилось больше всего. Если вам это видео понравилось, то поставьте мне пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Напишите, из каких магазинов вам было бы интересно посмотреть еще обзоры. Подписывайтесь на мой инстаграм. Желаю вам крепкого здоровья, вам и вашим близким. Увидимся очень скоро в следующих видео. Пока!